здравствуйте друзья сегодня я вам скажу все наталья уронила свой iphone будучи в сан-франциско я вспоминаю наталью много есть анекдотов даже не один на вот эту тему и наш типа и по что тебе было иван царевич ходить за 3 9 земель им искать приключений на собственной iphone как это произошло рассказать получилось что забегали забегались из гузаль начали покупать билеты на на поезд знаешь там такие машинки стоят не нам столько всяких кнопочек я покупал вот я никогда не покупала и нужно было купить два билета в одну сторону а я купила один билет в две стороны то есть и что-то там она побежала нас сейчас высадит из поезда и в общем она бегом побежала я за ней и у меня в руках кошелек и телефон карточка все это вместе и я за ней побежала потому что я знаю что он спросить не может у него нет английского скажет гюзаль свой телефон тоже уроне нет а я побежала у меня бам и знаешь я подняла телефон вроде нормально через пять минут пошли такие полосы ужасные что да не знаю на этом телефоне на ткань он очень прикольный стал то есть он даже покажу дача покажет вам он он не отрубился как бы на всю ивановскую а он стал таким я боюсь солнечным солнышко помешает увидеть весь кошмар того что там происходит в общем позвонить наталье можно она тоже я могу ответить она может и она может даже сама номер набрать можно бурно нет уже позвонить сама него потому что а я не завидно или нет а куда показывать вот там камер вот тут вот черная полоса потом белые белые до пол экрана то есть то что на пол экрана без полос я могу нажимать сюда а вот они даже белеет еще больше и больше ну тут надо сказать что нормальный человек чтобы с ним случилось это может они не надо средний человек статистический среднестатистический американец сломайся у него вот так iphone что он бы делал скажи что он бы делал но я если у американца есть страховка на телефон то он бежит в компании которую он покупает сразу вместе с телефоном да так а у тебя и вот что делает работник банка вэлс фарго эти очки у меня не мои может быть они мне большие или что это моя это у михаила я заняла это очки мои хотя их тоже не нашел давай а так как я работала в банке так вэлс фарго я расскажу всем если кто-то сейчас вэлс фарго я расскажу вот этот секрет который очень многие не знают прикладной капитализм почему не знает потому что как бы вэлс фарго это не рекламирует но эта услуга есть так вот те кто живут в америке если у вас есть вэлс фарго аккаунт это ничего не дает но если у вас есть вэлс фарго кредитная карта я расскажу вам я расскажу вам как вы можете иметь бесплатную страховку на телефон не покупая телефонной страховки можно я предположу нет я как я как человек я даже не слышал что-то говорю тот момент но я как американский человек тебе скажу если ты кредитные карточки за что-нибудь платишь они любят получать деньги душа не за это имеют но ни одна кредитная карта в америке не дает это только вы словно вот я не люблю давай а я не люблю во первых ни одна ни одна кредитная карта этого нет не дает во вторых если вы покупаете телефонов телефонной компании и покупаете у них страховку я вам скажу про страховку в телефонной компании давай давай если у тебя есть страховка от телефонной компании и телефон у тебя сломался ты идешь компании говоришь она меня сломался у тебя дедакта был 150 долларов то есть 150 долларов из кармана если у тебя страховка через кредитную карту вас фарку дедакта был 25 то есть грубо говоря если у тебя телефон и страховка через вэлс фаргабанк имеет смысл его грохнуть за 25 по русски в рыбинске бы все так поступил тебе не нужно платить раз в месяц за эту страховку она дается тебе бесплатно если у тебя страховка от телефонной компании тебе нужно платить от 7 до 10 долларов в месяц а тут вообще вообще на халяву то есть все что они просят это если вы будете платить расчета за свой телефон через кредитную карту у вас будет бесплатная страховка на теле сколько ты пример она покрывает 600 долларов ваш телефон два раза в год плюс не понял можно два раза разбить покрыта плюс если на твоей линии еще плюс три телефона то есть четыре телефона вот тут 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 то телефоны и начали падать у всех как не заводные вот у меня допустим на телефон или не еще артема телефон то есть если артем что-то сделать телефоном они покроют и я ничего за это не плачу все что я делаю это плачу за телефон и я воплотила в любом случае правильно да хочешь я вот еще одна тему того чтобы добро победила зло я хочу сказать что вот то что эта страховка существует и работает говорит только о том что нет массовой массового злоупотребления вот этой замечательной программы то есть если бы люди специально шли вот это вот делать и каждые полгода долбали бы свои теле но я не знаю когда дело не в этом но но те кто знают у них же есть какое-то количество застрахованных соответственно если бы эта страховка была в убыток они бы как-то по-другому это делали но поскольку они в состоянии это делать вот за те деньги то есть за бесплатно то есть грубо говоря просто за те деньги что они имеют от того что люди платят то это говорит только о том что люди на самом деле очень честные и никто даже и не пытается ну да не то что никто наверно кто-то есть но нет во первых здесь никак ты не сможешь злоупотреблять этим во первых но свой телефон ты грохнула тебе такой же телефон дали а что-то в этом выиграл так он же новый хорошо мне может быть его починят если мне починить допустим да мне покрывает до 600 долларов невозможно его починят скажут это стоит 150 долларов то карточка покроет грубо говоря так если им дешевле починить и конечно починить да это правда да потом а для того чтобы сделать этот клейм тебе нужно очень много бумаг вот я это сегодня видео оттиме распечатывал сколько нужно вам доказать что это именно твой телефон что ты за него платишь что фотографии этого телефона абсолютно все то есть для чего человеку а делать это для того чтобы время терять с этим документами и возможно возможно я останусь с этим же телефоном но мне просто его починят поэтому ты знаешь мне кажется забыла о том что есть люди которые из принципа что-то делали наносит ущерб банку из принципа и может быть месяц не будут работать оторвут свое время от жены от детей от всего но чтобы только банк дал ему новый телефон который мы нафиг не нужен а банк не будет в ущербе так как человек платит какие-то проценты за за карточку и вообще очень многие люди не знают про это опять же говорю но они получается какая штука ты говоришь банк не афиширует но имеет такую программе откуда узнают они люди если банк не афишируют как-то же они узнают работник банка я работник банка но допустим у человека страх есть кредитная карточка он ее открыт по онлайн очень много открывает по онлайн когда они открывают по онлайн они не читают эти в этот мелкий мелкий шрифт есть они открыли им прислали карточку все они получили если человек приходит ко мне в банк и я заинтересована в продажах потому что у меня же я на номерах да а тебе что-то капает с этого но не то что капать карточки а именно ты должна открытие в течение квотер то есть в течение трех месяцев определенное количество карточек определенное количество счетов я понял он пришел открывать checking аккаунт а ты могаешь мужик на карточку возьми потому что если ты на карточку вруч телефон платить и тебе вот это дело я должна я должна ему дать бенефит и которые действительно и востребованы востребована которая им поможет помогут если он видит то что да действительно мне это поможет откроет я понял то есть для тебя как человек который предлагает сервисы как бы живьем для тебя как работника банка это инструмент для привлечения клиента чтобы он не на ту или иную программу подписал просто банк как бы тебе немножко помогает в каждом у тебя за работник мне работнику да допустим они могут сказать вот сегодня зовут в этом месяце сегодняшнего дня те кто придут открывать счет мы даем стаду а вот скажи пожалуйста такую вещь я не уверен что это только волос варгобанк этому что это многие банки но тем не менее вот допустим если я на кредитную карточку покупают билет на самолет там тоже какая-то страховка есть нет если у тебя как тебе сказать есть такие карточки они называются вот если у тебя есть bank of america bank of america у них есть такая кредитная карта называется black card у нас угол с вами есть такая карточка называется signature card они предлагаются немногим людям я и пи 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 да такая так скажем карточка которую ты подаешь и уже видят да это человек то есть у тебя должен быть экстрим или хай кредит скоро у меня и вы ки киеву лихой кредит так это сколько вот допустим у меня кредит скоро где-то 795 мне не предлагали такую карточку увидел моего 820 ему предложили но он нельзя то есть должно быть больше 8800 не очень многих людей с тем больше вот если мы видим такое предложение то конечно эта карточка не только дает тебе страховку на темно на на то что ты покупаешь билеты даже дает консьерж лайм знаешь что такое консьерж лайм ну куда-то можно позвонить заказать что абсолютно все нужно то есть вот в твой город приехала какая-то группа да я не знаю седиси и тебе очень хотелось бы туда сходить а билеты все распроданы так ты звонишь консьерж лайм и говоришь вы знаете мне бы хотелось пойти на и сиди сей помогите мне кажется ты немножко идеализирует нет почему я я все это проверяла уверял нас теми людьми у которого есть это куда-то вот я например пользуясь обычными кредитными карточками я не могу сказать что это было вчера или там последний год но я помню время когда они вот так рекламируют что это ты на нашу карточку берешь билет на самолет то тебе там типа life insurance какой-то там случае чего там на сто тысяч там еще что-то они они что-то такое включали туда я не знаю про какие карточки ты говоришь не роговский там мастер обычно такой обычных карточках нет я еще раз говорю это не я говорю про необычные карточки они называется сигна чурка вот сигна чурка они очень редкие карточки и если у тебя если банк тебе их не предлагает тебе никогда в жизни не открыть обязательно должен быть offer от банка чтобы ее получить а у меня в банке есть какой-то имя и сервис и у меня какой-то есть человек который вот эти с нами всегда занимается живой человек он всегда один и тот же я и private bank так называется но это у меня какой-то вот такой сервис что я не в общее окошечко хожу а там вот есть люди такой чешей за за я подожди может у тебя бизнес окошечко на бизнес бизнес окошечко знаешь что я куда-то не туда за это не вепи так куда ты не но я уверен что ты очень хороший клиент я уверена что ты очень а как банки говорят high value customer но high value customers их тоже очень много вот если у тебя есть свой private banker но для этого у тебя должен быть определенное количество денег банки я уверен что у тебя есть у нас и бизнес у нас этот человек он как бы все наши дела сразу ведет ну мы а как бы не об этом сейчас я просто рассказываю как можно поиметь как можно взять адвентич с кредитной карты если вы не хотите платить за страховку на телефон знаешь как то мы ехали ехали и куда-то не туда заехали но мы сейчас выкрутимся мы мы ведь с натальей зачем и чего оказались тут вот в этом автомобиле в данный момент мы едем в магазин рассказывать ты расскажи о тогача перебиваю расскажи вот чем вы тут оказались да мы сейчас едем в apple store apple store должен был что должен apple store сейчас делать я принесу телефон и они посмотрят они определят сколько это мне обойдется в какую сумму им им тебе не до мне они работают мне бумагу что вот допустим это будет стоить 200 долларов или 600 долларов это могу я должна послать в свой кредитную карточку чтобы показать им по страховку на эти деньги я заплачу на с кредитной карты а потом кредитная карта мне вернет деньги вот так чуть я не понял да ты должна ты должна и про опробовал получить до того как тебе ремонт сделаю я должна послать во сколько мне это пойдет столько сначала для самок на какое удобство сначала ты ешь магазин и они тебя оценку делаю ты это все отправляешь в алсарга банк своими деньгами за что плать что за ремонт телефона или за то что тебе дадут но мы сейчас туда попадем ты им заплатить если они мне сегодня починить они скажут это стоит 400 долларов я им должна заплатить 400 долларов а потом тебе ремонт 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 понял ну что сказать халява очень сложно халява не такая простая да за халяву платишь своей жизнью сейчас как был я им заплачу а у меня кредитная карточка вообще в орландо дома слушай ну ты как блогер на как блогер из каждой ситуации позитивной или даже негативной можешь всегда сделать видео таким образом таким образом никакое зло не помешает нам творить добро на ютюбе рассказывая людям о кошмарах жизни в этом самом где мы тут живем в империалистическом обществе в мире чистогана вот так вот тяжело живет живется правильно так что наташ я думаю что мы пока можем наверное репортаж наш закрыть закрыть потому что когда мы поедем поедем обратно из apple story могу рассказать что произошло да через две минуты мы будем в этом apple story судя потому что мне навигатор тут подсказывает были бы уже наверно там просто мы немножко так как-то нас снесло завернул там две такие два поворота с разницей может метров 15 между ними и они в тот свернул я свернул тот что быстрее знаете вот это вот время такое спешишь всюду думаешь туда побежал сюда побежал и и свернул не туда в общем такая же все отключаемся и ждем новостей это друзья улице университета главная улица в городе полаута если вот в ту сторону двигаться вы окажетесь тестовском университете очень скоро а вот тут магазин apple ведь как он стоит прямо тут на перекрестке такое ощущение что там улица шла они перекрыли в какой-то момент такое у меня подозрение но я не уверен в общем двигаемся туда я просто пошел парковаться наталья упорхнула туда в магазин это друзья магазин вот apple точную улицу перекрыли как прям как чувствую вот это потолок да ну короче тут столики прилавочки давайте я пройдусь может быть немножко покажу я подозреваю что магазины apple они не сильно отличаются в разных частях света просто в силу того что как бы положено поддерживать фирменный стиль но я не знаю точно вот здесь вот такой вот можно прийти и играть тут что хочешь летишь полно да наталья назначили appointment сейчас мы с ней переговорим на эту тему пусть расскажет снимаю так что наташ нам appointment назначили да сейчас времени 3 30 не сказать 4 подходить объясни ты что ты что-то сказал я показала им свои свой экран так сказала вот я уронил да они мне сказали приходите к четырем часам а такое что там вообще никого нет да но смысле сотрудников есть люди которые ждут и у них всего как они не сказали только один репрезентстве в данный момент понял и поэтому видишь здесь можно играть бесплатно детям здесь детишки играют на таких мешках вот ну что же мы не будем с детьми конкурировать в этом процессе нет пойдем по улице гулять тогда вы видите друзья наталью которая наконец-то дождалась девушку ее зовут сиера и она пошла за сериал нам ждем она говорит покажи свой телефон и что ты там объясняешь но я пока не знаю что конкретно это к вам общую картинку показываю что говорит то сейчас она пойдет вскроет телефон кстати принесет мне сериал набор который мы не могли прочитать да вот и она вернется и скажет что делать дальше то есть мы ждем сиеру ее зовут сиера ее зовут сиера и она пошла за сериал нам ждем Наталью посадили ты что заполняешь заявку на новый телефон что ли? не надо зайти в свой iCloud аааа я не помню паспорт я понял ну тренируйся тренируйся вот пришла девушка сиера и командует нашей Натальей говорит туда фигачим сюда фигачим будем заменять по чем вещь то будет все говорит бесплатно я документы забираю все бесплатно ей заменят телефон а че прям тут дадут? ну дадут ей телефон прямо здесь или окей друзья ну давайте подождем еще немного вот вы видите старый телефончик и вот ей принесли новенький а че? говорит Наташа починить нельзя было? она говорит да там проблемки она говорит да я ей не возражаю новые тоже хорошо говорит Наташа Наташ да я говорю а починить можно было? она говорит наверное можно но наверное новый лучше давай давай все все я уже не знаю видите вы там что нибудь не видите но там есть такие калькуляции дают и и и и пытаются выключить здесь подпись подпись получилась пальчиком спасибо 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 и я я звонила в сфаргу я очень много потратила время мне прислали документы я их заполнила для того чтобы в сфаргу мне платить потому что я думала мне не будет объясни на каком основании они тебе выдали новый телефон я даже побоялась это спросить честно говоря потому что я знаю страховки у меня нет они просто подумали что тебе будет приятно и я говорю бесплатно я говорю может надо было починить мой телефон она говорит ну мы наверное могли починить но я думаю вам понравится новый я говорю ну конечно понравится и сейчас в данный момент что я делаю написано restoring setting что это значит вся моя информация которая была у меня в том телефоне сейчас перекачивается в новую подойти тебя подключили к провайдеру к провайдеру у меня tant это проходит в В данный момент с моего старого телефона переходит информация на новую. То есть у меня будет абсолютно то же самое, что было в... Подождите, а где сейчас информация из-за старого? Она где-то у них там... Она уже унесла. То есть это все в iCloud находится. Окей. И они из клауды тебе подкоррежают. Это все плавает над нами где-то. Здесь. Да, мы как журавли в облаках. И вот сказали, надо подождать немножко. Ничего страшного. Я, конечно, чувствую вину за то, что Михаил меня ждет очень долго сегодня. Так как ему делать нужно резюме. Нет, но очень долго это преувеличение. Но ничего, в всяком случае я подумал так. Мы же имеем с этого сюжет. И люди, которые нас смотрят, они тоже имеют какое-то удовольствие. Раз, какую-то пользу. Два. Посмотрят на красивую картинку. И в итоге у них будет лучшее представление. Я вот чего думаю. Знаешь что? Вот люди, которые имеют такой же телефон, например. Где-нибудь, я не знаю, в других странах. В Китае, может быть там Украине, Российской Федерации. Там ведь тоже есть магазины эппловские, правда? Есть. Они вот тоже, у них такая же дружелюбная политика замена. Потому что все-таки это такое ощущение, что у них нет никакого основания. Они просто тебе подружбы что-либо выдали? Ну, вообще считаю, что Apple, он как бы везде одинаков. Но, опять же, я не могу это сказать. Потому что я не знаю, как бы была в России с Apple. Ну, что же. Я была в шоке. Потому что раньше у меня была страховка. Я платила за два года, там, 90-х. Ну, сколько это было. Ну, в данный момент я не была страховка. Ты знаешь, если обычно, я всегда вот говорю, что добро победило зло, то в данном случае получается, что добро победило еще большее добро. Добро, да. Вот, в твоем лице добро победило еще большее. Причем я была не расстроена, потому что я знала, что моя кредитная карточка покроет. Мне, кстати, даже немножко обидно, что не смогла take advantage of the my car. Ты знаешь, у меня даже частушка стала рождаться. Такая, ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Там, не платила... Такой частушечник. Не платила ничего. Там, ну, дальше надо, в общем, ребята помогут. Вы знаете, какой он частушечник и анекдотичник. Это просто что-то. Да. Так что вы, те, кто технари, переживаете, что Михаил там от чего-то отвлекается. Он иногда отвлекается. Я в КМБ когда работал, молодой совсем был. Я как-то раз, значит, придумал такую игру. Значит, вот сочиняешь полчистушки один человек, а полчистушки другой. И я придумал частушку, полчистушки, которая, значит, начиналась так. Моя милка сексопилка. Нет, я знаю, моя милка... А, нет, не так. Моя киска, это другое. Моя киска коммунистка говорит, что счастье близко. И там народ что-то мучился, мучился. И была одна деваха разбитная такая. Она подходит, говорит, ну что там у тебя, говорит, рассказывай. Я говорю, вот, говорю, моя киска коммунистка говорит, что счастье близко. Она говорит, записывай. Значит, я беру карандаш. Она говорит, хочешь ешь, а хочешь жуй, все равно получишь. Ну вот я просто измолв... Вы посмотрите. Ну, мы сейчас для тебя сочиним частушку. Вот начало есть. Давай про телефон, что-нибудь хорошее такое. Так я же говорю про карточку кредитную. Как там начинается? Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Ну вот, homework для вас, пожалуйста. Пусть... А еще две строчки. Может быть, давай конкурс какой-то? Да, пусть подписчики тебе... Давай, давай какой-то конкурс. Давай флаг. Пусть любит продолжение. Давай выделим флаг на это дело. Да. Все, значит, выбирать будет у нас тогда Наташа. Потому что мне все время говорят, что я нечестно выбираю. Как-то вот у меня там какие-то любимчики там или что-то. Вот ты будешь выбирать конкурс на нашем канале. Значит... Как там начинается опять? Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. А продолжение уже... А продолжение связано с телефоном и то, что они платили, не платили. Знаешь, сколько там художественных поэтов у нас сидит? Да, у нас каждый второй Пушкин, а все остальные Лермонтовы. Там один Эдуард Баев чего стоит. Он сейчас пришлет. В общем, короче, флаг, американский флаг на кону. А, еще Оля Телевень, давай, давай, пожалуйста. Это я своим. Понял, понял. Ладно. Я думаю, Наташа, мы закончили сюжет, да? Ну, мы, может, в машине поедем, что скажем. Может быть, в машине, да. Ну, пока прощаемся, а там видео будет. Хорошо. Мы, друзья, возвращаемся в школу и... Оль. Фу, Оль. Я здесь. Мы, друзья, возвращаемся в школу и Наташа, тут я смотрю, этот свой новый телефончик, она там с ним так игривенько, игривенько так балуется. И у меня такое ощущение, что там у нее все данные вернулись. Абсолютно все, Миш, даже те сообщения, которые мне присылали. А вот, извини, у тебя фоток там было дофига. Фотки, все. Что, и фотки вернулись? Все. Да, вот, смотри. Не, я не буду смотреть, а за рулем. Но ты можешь ребятам показать, если тебе... Ну, а вот они еще... Говорит, что загружается. Загружается. Ну, хорошо. Ну, у меня их тут не много. Во всяком случае, надо сказать, что... То есть, получилось даже лучше, чем можно было ожидать. Да, ну, вообще, то, что фотки пришли ко мне, и сообщения, и контакты, никто и не удивился. Те, у кого есть iPhone, они знают, что это все происходит. Я удивилась тому, что мне бесплатно его дали. Вот именно только вот этому я удивилась. Поэтому... Подожди, то есть ты хочешь сказать, что все данные хранятся в клауде, не на самом устройстве? Абсолютно все хранится, конечно. В клауде. В клауде. Если ты делаешь бэкап, он называется, то... А, то есть ты делаю бэкапы? Я всегда делаю бэкапы. Последний бэкап у меня с 14 февраля. То есть, вот день Валентина. Ну, то есть, пару дней назад. А, ну, так чего же? Да, конечно. То есть, слушай, ты как матерый сисадмин делаешь бэкапы. А как часто? Ну, вообще, он очень часто делает это автоматически. Я только проверяю, сделал. То есть, у тебя установлено на автоматические? Ну, что же, Наташа? В основном, когда делаешь какие-то свежие фотографии, бэкап происходит автоматически, чтобы не потерять. И последние фотографии, которые я делала себе, это было 14 февраля, когда я ездила в Сан-Франциско. Ну, что же, хорошо, что хорошо кончается. Перед нами едет такой здоровенный автобус. Это называется Шаттл, Маргарита. Да, Фри Шаттл. Это бесплатный, это Стэнфордский Шаттл. Он уходит так по кругу между различными департментами Стэнфорда. Стэнфорда вообще зданиями, так можно сказать, сотрудников возит, чтобы им по территории на машинах не передвигаться. Телефон подчинен. Телефон подчинен. Я просто так радостно. Извините, что я вас перебила. А в чем разговор? Вот. И мне только в радость. Значит, вот говорили, что Балашов там перебивает. Он, это же прикол все, он же шоуменд. Вы чего? Он в интересах своих ребят. Он знает, что ребята спрашивают, и все эти странные вопросы, там, типа, сколько стоит услуга там по замужеству, по заставлению. А вы этого разве не знаете, сколько стоит за услуга? Во-первых, я не знаю. Во-вторых, это не услуга, это уголовка. И самое главное, что все знают, из-за этой депортации, кинофильгал. Помнишь, депорде, там, Гринкард Беррич? Да, там проверяли их, как они друг друга знают. И потом его и депортировали. Зубной пастой какой еще там пользуется. Да, поэтому, че ж там. Нет, я думаю, что он знает, он просто прикалывает. То есть я это воспринял как прикол. Ну да. Вот, так что я бы уже не стал так прям за чистую монету принимать. Вот мы с Натальей беседуем. Вот я что-то говорю, Наталья не говорит. Вы что думаете, мы тут за чистую монету можно принимать то, что мы говорим? Нет, некоторые там написали тебе, что Наталья сидит, значит, а Михаил ее терпит. У Маяковского есть стихотворение о том, как, точнее, ну да, в общем. Бедный, бедный Михаил. Это не стихотворение, это статья была, у Маяковского такая статья, что вот используют иностранные слова, там, и люди, которые простые, там, в сельской местности, они не понимают, о чем речь, и пугаются. Вот там мужик говорит, вот в газете пишут, что там Чемберлен терпит фиаско. И говорят, какая же эта стерва должна быть, эта фиаско, что сам Чемберлен ее терпит. Так, и у нас тоже получается, что я, значит, там терплю Наталью. Как, давай, бедный, бедный Михаил. Я уже напрягся. Ну как, что еще можно придумать? О том, что ты меня терпишь. В Рыбинске коров даю. В Рыбинске, вот. Это как уже, зато в рифму. А там еще написали на Наталью продажи, наложили отпечаток. Я скажу, что и покупки накладывают отпечаток, и продажи накладывают отпечаток. На самом деле мы делаем вообще, вообще я люблю делать из видео такое более... И негативные комментарии накладывают на человека отпечаток. Я пошел заправляться. Да, да. Ну ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!